Неповторимый стиль, который прослеживается даже в написании городских пейзажей, сразу цепляет взгляд зрителя. На выставке, приуроченной к 95-летию со дня рождения художника Юрия Филиппова, никто не мог равнодушно пройти мимо картины «Радуга над Волгой». Автору всегда удавалось необычно точно передать энергию волжских красот. Он создал более тысячи живописных и графических полотен, которые выставлялись по всему миру. Произведение Юрия Филиппова вводит зрителя в радостный и декоративно яркий, пронизанный солнцем мир, продолжая традиции русской пленэрной школы. Для Юрия Ивановича Филиппова действительно характерна невероятная любовь к родному краю. Он воистину был окольцован Самарской лукой. Он и его студенты, кои я тоже являюсь, мы путешествовали на пленэры, мы писали «Волгу», писали «Небо», писали «Облака». И все, что он делал, было пропитано любовью к родному краю. Уроженец Самарской области Юрий Филиппов окончил Пензенское художественное училище, затем Киевский художественный институт. А вернувшись на родину, начал активно исследовать территории за Волгой. Художнику очень хотелось написать новую страницу в истории изобразительного искусства живописного Самарского края. В своих работах он создал эмоционально приподнятый образ природного мира Самарской луки и Жигулей, далекого от городской суеты. Все картины очень красивые, насыщенные и захватывают то, что многие места знакомы. Потому что я сам из Самарской области и многие места посещал. Именно это и впечатляет. Юрий Иванович был не только талантливым художником, но и профессором Самарского педагогического университета. Именно там он основал факультет изобразительного и декоративно-прикладного искусства, передал свои знания не менее талантливым ученикам. Александра Гусева, Николай Епифанов. События.